всем большой привет добро пожаловать на мой канал и с вами я татьяна жильцова сегодня будет очень интересная тема поэтому оставайтесь со мной до конца знаю знаю что давно не снимала для вас работу на руках каюсь но буду исправляться дело в том что около месяца назад у себя с telegram канале я решила протестировать вместе с девчонками 5 эластичных баз в качестве под подложку поэтому снимала отдельные ролики дабы не запутаться но зато педикюра я для вас не снимала более 5 видео вперед поэтому скоро на канале выйдет новое видео тестирование вас под подложку а пока мы сделаем коррекцию этим ручкам работа моя была сделана 2 мая а вернулась клиентка 17 июня на одном у нас уже материал ушел в чат а на большом уже на грани снимать старый маникюр я буду керамической фрезой синей насечкой на 27 тысячах оборотов и да как раз на видео я вам показываю свой аппарат это маратон и я как-то снимала отдельно для вас видео я могу ссылочку скинуть внизу в описании пройдете посмотрите я этот аппарат перенесла на маникюр а свой стронг перенесла на педикюр так как второй раз он уже у меня ломается связи с этим подумываю брать другой уже маратон но не знаю какой выбрать лучше может быть вы мне посоветуете покидаете марк ну марку номер новых маратонов может быть что-то вы мне подскажете интересненькое после снятия делаю опил пилку мне кстати 100 на 180 грит беру их на валберсе они кстати очень хорошие при опиле поняла что помимо большого пальца у нас множество трещин на ногтях поэтому будем делать укрепление а пока приступаю к обработке ногтей а далее поговорим о насущном думаю многие задались вопросов прочитав название ролика не умею рисовать фрэнч это да интересного и так даже жутко я признаюсь что я не умею рисовать фрэнч отсюда я и не люблю его рисовать как бы это дико не звучало ведь будет много вопросов как можно уметь рисовать рисовать фрэнч как так все умеют а ты нет ведь умеют все только ленивый не умеет сейчас только схем курсов и так далее очень часто слышу одну такую фразу если мастер не умеет рисовать фрэнч это уже не универсал а так горе мастер но за семь лет моей работы я неоднократно училась его рисовать и на типсах и на клиентах я проходила множество курсов с дизайнами все равно при упоминании фрэнча у меня тряслись руки очень много за время моей работы было обращение по поводу фрэнч не было такого чтобы там не говорили что они хотят рисовать фрэнч я тихо отмазывалась говорила что у меня появились новые цвета новые лайки еще что-то какие-то новые дизайны слайдеры что угодно либо говорила прямо что я не умею рисовать фрэнч и тогда в принципе так это ну ладно жалко конечно я бы вот хотела бы ну лучше сказать честно нет иногда я конечно его рисовала пыхтя кряхтя но я его рисовала а самое обидное что я люблю рисовать и даже создала свой арт-клуб с дизайнами в телеграме странно да рисовать фрэнч не получается а рисовать акварелью и гелаками не получается если говорить о дизайнах на ногтях то моем арсенале имеется безграничной фантазии желание так далее конечно же не не все дизайны на ногтях клиентов подойдут на каждый день и вы сами понимаете когда вот есть фантазия буду рисовать но не каждый захочет это сделать на ногтях по сути сейчас моды диктует постоянные оттенки маникюр без маникюра ньют однотон и так далее иногда кстати это очень выручает когда ты устаешь и у тебя прошло через тебя много человек за день ты думаешь как бы хорошо что последняя клиентка сказала я хочу маникюр без маникюра все это довольно пойдешь домой главное что не фрэнч хотя его я вижу все чаще и чаще в роликах его показывают и все рассказывают как его нарисовать и все у них так просто но что хочу сказать вене моды нам диктует кардинальные изменения находки и усовершенствования но вот благодаря кстати тому что на л-индустрии не стоит на месте и придумывает все новые новые и они просто спасают горе мастеров это вот как я честно когда я увидела пластину с френчем я ее как как сейчас помню покупала по предзаказу предварительно так как их было ограниченное какое-то количество и их просто разбирали как горячие пирожки я была на тот момент готова отдать любые деньги только бы заполучить эту пластину когда они уже появились эти пластины непосредственно на рынке на л-индустрии очень много я начала слышать про то что какая разница зачем вам эти пластины начали писать что все эта фигня проще самой нарисовать и быстро и красиво ну да быстро красиво если у вас руки растут с того места а вот мои руки растут вообще не с того места я могу только рисовать но только не френч и самое интересное что в начале когда я купила эту пластину мне тоже ничего не получалось я психовала я дала там что-то тысячу рублей за эту пластину мне ничего не получается потом подобрала штамп лак скребок и поняла что у меня получается я даже себе начала делать френч и первым мой френч себе был черный я кайфовал ходила то что у меня все получается поэтому зачем мучить я буду клиента и себя рисовать по часу этот френч а вы знаете что когда мы начинаем рисовать у нас девчонки то телефон зазвонил то сообщение надо отправить то ребенок то еще что то волосы то чешется то это какой-то кошмар и они дергаются постоянно и и ты думаешь но все я его уже нарисовал он такой красивый он четенький только сушит и она берет и дергает руку думаешь ты твою налево а чё ты сделаешь его стираешь и переделаешь поэтому я терпеть не могла рисовать френч а сейчас мне не составит труда его сделать вот эти ручки я уговорила сделать френч не поверите так как полтора месяца назад девушка меня заблаговременно предупредила что у нее будет торжество свадьба и она хочет фрэнч я так упс ладно хорошо но когда она пришла села и говорит может что-то другое я ведь знаю что ты не любишь его делать я горю что-то хочешь может какой-то однотон я не знаю я вот сейчас озвучиваю понимаю может быть я все-таки в начале кусочек ставлю где она говорит ну может не надо френч они сами уже переживают из-за того что я не люблю его рисовать я ее еле уговорила нарисовать этот френч потому что ну она же хотела и почему я не могу это сделать в этот раз я этот френч нарисовано сделала за 5 минут я только косяк сделал один раз мне надо было отснять показать когда я на пластине что я его перевожу и только вот единственный раз где у меня не получилось его перевести я его потом закрашиваю и по линии которые мы отпечатывали я по ней тоже прохожусь здесь у меня именька белый очень крутой у них белый и и эмми эмми да у меня там белая очень хороший я их перемешиваю и можно наносить в один слой все потом я перекрываю топом и подпиливаю и получается красота поделилась даже легче стало вот такие бывают скелеты в шкафу ваших мастеров а что вы думаете о френч любите ли вы делать этот френч а вообще должен ли уметь мастер рисовать френч девчата пишите в комментариях мне очень будет интересно узнать ваше мнение я надеюсь я вас сегодня не очень утомила но это все рассказала на эмоциях вы не поверите я впервые так за последнее время сажусь и рассказываю все на эмоциях я начала снимать я наконец-то вернулась к вам дело в том что у меня очень долго болел ребенок и практически три месяца мы были на подвешенном состоянии и снимать вот видео было очень тяжело я не рисовала я не создавала я ничего не делала потому что я не могла прийти вот в такое состояние когда я буду готова делиться своим там секретами новостями успехами или еще что-то только за последние пару недель я вздохнула ребенок поправился ну еще предстоит конечно операция но все равно ребенок на ногах и теперь я могу опять создавать шедевры опять делиться с вами новостями и забалтывать вас видео постараюсь больше не пропадать работа закончили получили море удовольствия что я что клиент никаких психов френч за пять минут и все вот такие сегодня секреты у меня были в этом видео пишите свои секреты в комментариях делите что вы не любите делать на маникюре либо какие-то еще я с вами не обращаюсь а говорю вам до новых встреч